Ирина Николаевна, услышала у вас такое выражение, что к девушке придет свой мужчина. Что нужно сделать или какое состояние нужно иметь, чтобы это случилось? Спасибо большое. У девушек, у женщин самая грубая ошибка, с которой они сталкиваются по жизни и никак не могут не справиться, это внутреннее убеждение, состояние, что вот он сейчас придет и все за меня решит. Пресловутая принцесса никак не хочет стать королевой. Вот в юности, любую из нас возьмите, мы когда выходили и первая любовь пресловутая, любая девушка, ну какие бы непростые отношения или воспитания не присутствовали у нее в семье, ну чистота помыслов, вот этот вот сейчас вот я его люблю, я ради него на все готова и на все, и обязательно получаем предательство. Это так называемая прививка, чтобы мы не бросали женщины себя под ноги тому, о ком ничего не знаем. Это желание вырваться. И это первое, с чем потом приходится очень долго-долго как-то жить, с пониманием того, что это не человек плохой, это у меня причина в спину бьющая была какая-то не очень хорошая. Но все так живут. Вот эта пресловутая «все» и доводит нас с вами до состояния внутреннего патологического аффекта время бегом, надо ребенка рожать, надо а то тут обо мне, а то тут мне все спрашивают. Чаще всего женщина выходит замуж от безысходности того, что все достали. Или другая крайность, когда она прилюдна и вообще наплевательски относится хоть каким-то отношением и мужчин просто пользует. Это когда тот, которого ей, кажется, она любила, не взял, не защитил, не укрыл, не уберег. И вот эта боль сожаления женская, без конца такая, переходящая в сладостную боль, есть такая категория женщин, которая всю жизнь вспоминает свою первую любовь, а мамка не пустила, так вот мамка виновата, а он меня любил. И раскручивается такая внутренняя красивая сказка. Да я бы к нему, да мы бы тот, но если у вас красивая сказка внутри, то здесь, в этом реальном мире, будет ужасная, непереносимая сказка с нелюбимым человеком. Потому что кому-то надо. Если вы действительно чего-то хотите по жизни, значит, начнут происходить те или иные события. Когда женщина внутри самодостаточная и есть чем заниматься, она никуда не торопится и бережно к себе относится, не в плане возвышенности ей лучше всех, а в плане действительно бережного такого отношения, ухаживает за собой, работает на любимой работе, общается только с теми людьми, которые, ну, собственно говоря, для неё понятны, и происходит хоть какой-то взаимообмен, там, а не одна перед другой, там, кто круче, у меня есть, а у тебя нет. Ну, не собачка на привязи такая у своей любимой подружки, потому что ей надо с детьми посмотреть или ещё что-то. Тогда обязательно придёт мужчина, потому что, созвучая нас, хотите вы того или не хотите, вокруг вас только те люди, которые вы, собственно говоря, и разрешаете находиться в своей жизни. А вот с каким посылом, по какой причине, тут уже интересно разобраться. Как только вы захотите быть с кем-то вместе и начнут на вас обращать внимание, тогда честно смотрите, вот этот мужчина, который, молодой человек, который к вам обратился и что-то вам предложил, это ваша внутренняя бессознательная оценка вообще мужского населения. И если он вас не устраивает, и вы даёте ему какую-то не очень приличную клипуку, и вам что-то там стыдно, значит, это ваше отношение вообще, в принципе, к мужчинам. Сколько бы мы себя не уговаривали, сколько бы мы не рассказывали публично, там, в кругу своих подружек, потому что я к ним очень хорошо отношусь, да они у нас такие, да у нас такие, но, но, вот это но пресловутое начинается, но он должен, у него должно быть, у него должен, это уже пошла претензия. Значит, до тех пор, пока у женщины есть к мужчине претензии, приходить будут ровные противоположности. Для того, чтобы научить, научитесь принимать. Общаться, разговаривать, находить темы для разговора, можно с любым и каждым. До момента, пока у вас не начинает, вот, защитка тела срабатывает, значит, точно не ваш. А со всем остальным нужно разбираться, нужно уточнять, нужно прояснять, а не жить своими представлениями. Ещё раз говорю, никогда наше представление не сходится с этой действительностью, никогда. Вот с этой позиции посмотрите на то, что в вашей жизни происходит. И опять-таки я убеждена, захотите, разберётесь. Если не захотите, приходите, мы вместе разберёмся.